Путь домой для Светланы Спасовой теперь перестал быть проблемой. Раньше последний километр до дома приходилось идти пешком. Через железнодорожный переезд маршрутки не ездили. Теперь 480-й маршрут продлен. Мы столько пешком ходили, а сейчас в данный момент прям подъехали, перешли, пересели на другой транспорт. Мы очень рады, спасибо, что заметили и услышали нас. С просьбами продлить 480-й межмуниципальный маршрут на одну остановку, жители микрорайона обратились к губернатору Дмитрию Азарову. На оперативном совещании в региональном правительстве министр транспорта доложил, вопрос решен, маршрут заработал по-новому. Школьный маршрут там работает, все в порядке? Школьный маршрут работает, все в порядке. А здесь еще не можно? И с 17 октября он начал ходить, переезжать железную дорогу и на проспекте Мира отстаиваться. Все с пятницы? Да, все с пятницы есть. Хорошо. И включили в прибывалку? Хорошо. Чтобы открыть движение, потребовалось сначала привести в надлежащее состояние сам переезд на 179-м километре перегона Козелковская-Водинская. После этого региональный Минтранс внес изменения в реестр межмуниципальных маршрутов. Наполняемость автобусов где-то 50%, прибывающих сюда как раз жителей микрорайона и отсюда вот убывающих. На данном маршруте работает 42 единицы поджимого состава. Значит, стоимость билета осталась без изменений. Уменьшился интервал движения по маршруту в связи с тем, что количество пассажиров увеличилось. Так же добавили машину. Кроме 480-го продлен еще один 123-й маршрут, который теперь следует от поселка Петра Дубрава до новой жилой застройки в Волжском районе. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События.